О ситуации известно немного. Для строительных отрядов организовали общий объект в Миногорском районе. Там они занимались восстановлением садов, которые ранее принадлежали предприятию Янтарное. Туда заехало несколько отрядов. Точная дата заезда неизвестна, но буквально спустя несколько дней одному из студентов стало плохо. По информации, которую сейчас пересылают друг другу бойцы, этот студент начал кашлять кровью. Ему стало тяжело дышать. Их работодатель Елена Калюжина повезла парня в Барнаул. Почему она не обратилась за медицинской помощью на месте, неизвестно. Она от комментариев отказалась. Далее, по сообщению источников близких ситуаций, известно, что парень обратился за помощью в РТП. Оттуда его перенаправили в 8-ю горбольницу. В больницу он зашел на своих ногах, но его состояние было уже крайне тяжелым. И буквально через 3 часа в реанимации парень скончался. По результатам первого теста у него подтвержден коронавирус, но точно причина смерти сейчас выясняется. Известно, что 18-летний парень был студентом строительного колледжа. А что касается Зминогорского объекта, где трудились бойцы, то он сейчас, конечно, закрыт. Мы три года там работали вообще. Всегда все успешно было. Но вот в этом году, в связи с этим заболеванием массово, объекты мы закрыли. Исследуют и состояние других. В ковидном госпитале Зминогорска сейчас 14 человек, еще двое в РТП. У всех повышенная температура, но врачи называют их состояние удовлетворительным. Средком начал проверку. О возбуждении уголовного дела можно будет говорить только тогда, когда будет известна точная причина смерти парня. И, возможно, его гибели можно было бы избежать, если бы за помощью обратились своевременно и на месте. Продолжение следует...